Ну что тут у вас? Ой, я не сомневалась. Ни зелень, ни мясо. Да, Летя Владимировна, ну я еще не заказала, ну муж не жаловался. Доченька, скажи мне, пожалуйста, а что это ты в таком рванье ходишь? Тебе что, надеть нечего? Почему? Почему? Муж, видать, совсем тебе не любал. Это домашнее, пап. Домашнее, да. Ты давай не спорь, пожалуйста, с родителями, не спорь. Да, родители лучше знают, как дети живут. Лучше. Видишь сразу, что голодаете, есть нечего. Конечно, да. Конечно. Доченька, между прочим, моя, ходит зимой в одних тапочках на улице. Последний кусок хлеба дай, мой-то вообще не пришел. А мой-то не пришел. Может, он с укрой где лежит, я не знаю. Лежит он с укрой. Я вот он сейчас по дороге пройду, сейчас мы зайдем дома. Конечно, да. Может, я думаю, поместил дать. Мою роднинушку мою, сыночек ваш. Что тут есть? Да, да, а потому что зарабатывать надо больше. И отдавать все в семью дочке. Пусть работает. Сын ваш работает. А он учится, он учится, он для науки на будущее. Ну и что, сколько ты налепил-то, много? Ну, достаточно всем. Да, просто всем. Могла бы лучше моего сына кормить. Ой, ну началось. Олеся Владимировна, ну пожалуйста. Да, да, да. Похлопай. Папа. Что это ты такая ласковая, нежная, не материшься? А я просто, просто выиспалась. Выиспалась? Да, наслаждайся пока можешь. Ой, господи. Давай, давай, скоро буду. Кто это там звонил? Машка звонила. Машка звонила? Ага. Прям приключениями запахло. Я уже вижу, ну шо ж. А шо ты делаешь? Я худею. Да? Ага. И давно? Ну, уже как полчаса. Ты знаешь, заметно. Правда? Да. Голоса вон голодные. Жрать идем, котлет папа нажарит. Котлетки, да? А ты че так поздно еще и пьяный? Потому что я хозяин в этом доме. И я буду решать, че мне делать. Понятно? Ой, Васильич. Че лежит? А он хозяин в доме. Где хочет, там и лежит. Ну пусть лежит. Мамя, а что это мой сыночек так долго боится? Ой, Олеся Вадимировна. Я ему просто сказала, что нас ждет серьезный разговор, когда он выйдет из душа. Из-за того, что я нашла у него в телефоне. Вот, четвертый день. Моется. Сынок! Сынок! Итак, дочери мои. Папа уезжает за границу. Что вам привезти из Таиланда? Не поняла. Маш, мы че не едем? Мы не едем? Вы не едете. Дочь, я не понял, а ты че лежишь? А я решила не идти никуда. В смысле? Ты же с девочками хотела потанцевать. Дэнсинг. Да ну че ты один останешься скучать? Больше я с тобой оставлюсь. Я посмотрю футбол. Ты не обидишься? Я не обижусь. Одевайся давай быстрее. Точно? Иди там, точно. Одевайся. Ну ладно. Я пошла тогда. Понятно. Пока. Как он мой сынок поживает? Вообще, Олеся Владимировна классно поживает. Домой не приходит. Вечно где-то шляется. Пьяный. Друзей приводит. Ужас. Ой, слава богу. Главное, чтобы он шапку не забыл мороз надевать. Следи. Соку. Писал равно для гонных и для пеших. Писал равно для малых и великих. Какие слова написающие? Пап, не мешай. Я вечернее платье ищу с вырезом. Какое вечернее платье? Февраль месяц на дворе. Какой вырез? Ты что, опять хочешь, чтобы я тебе горчичники стал? Не надо мне горчичников. Мне хватило в прошлый раз, в случае, когда ты меня чесноком кормил. Доча, а что это ты со мной не фоткаешься? Папа у тебя, смотри, между прочим, какой фотогеничный. Ну, пап, ну я в прошлый раз с тобой фотку выложила. И все мне стали писать, что ты мой папик. И что все деньги, которые у меня есть, ты мне даешь. Ну, в принципе, плюс-минус так и получается, нет? Да, блин, ну, папа! Ну, что там? Пишет, что мы идем на свидание. Серьезно? Господи, слава богу! Дочка, я, честно, я так рад за тебя, доченька. Пап, ты так радуешься, как будто хочешь, чтобы я скорее съехала и не сидела у тебя на шее. И что ты там делаешь? Да вот выбирай, куда отдыхать поеду. А, ну да. Ты же, слушай, так сильно устала. Вообще ужас. Можешь за меня повыбирать? Конечно. А не охренеть? О, доченька. С днем рождения, папа! Спасибо, это племянник наш постарался? Ничего себе, два года, а так рисует. Молодец. Это вообще-то я тебе нарисовала. Интересно, будет у меня внуки или нет? Я поняла вопрос. Пап, а тебе сколько лет было, когда ты начинал этот ремонт? Ты опять хочешь со мной поскандалить? Нет. Красим дальше. И я полюбила бандита. Но он не знает ничего. Вот это песни были, доченька. Я полюбила бандита. А сейчас что поют? Я полюбила фрилансера. Я полюбила барбера. И я полюбила альфонса. Ну что с мужиками сделали, дочь? Просрали. Просрали. Блядь. Ну ладно. Так, Мара. Ты чё? А я чё? Я ничего. Другие вон чё. И ничего. А я чё-чё? Сразу вон чё. Чё? Я ничего не трогала. Знаешь, какая есть пословица? Знаю. Свинья везде грязь найдёт. Вот-вот, доченька. Молодец. Дочь, ну когда ж ты выйдешь замуж, а? Да не хочу я выходить замуж. Ну, пап. Дочь, замуж надо выходить всем. Ой, ты зачем? Ну, потому что на спине, доченька, есть такие места, где самому тяжело намазать фастум гелем. Ты понимаешь? Надо, дочь, надо. Ты чё задумалась? Куда смотришь? Да я вот думаю. А кто-то пытался в увлажнитель воздуха вино залить. Вихторовича на работе, а? Второй внук уже. Когда я уже своих внуков дождусь? Ой, пап. Вам лишь бы детей рожать, да замуж выходить. А кто у нас в стране будет в барах пить, путешествовать, деньги на себя тратить? Ага, действительно, да. Чё это я, дурак? Мне почти 30 лет. Угу. А я в этой жизни ничего не достигла. Да ладно, перестань ты, доченька. Ты чё? А как же дно? Всё, пап, пойдём кушать. Я сделала блинчики. Молодец. И немного помяла твою машину. Молодец. Чё ты сделала? Блинчики. Квырюжа. Ты чё такая запыханная? Да потому что в стране у нас бардак. Согласен. Согла. Молодец. Пошла, значит, кровь сдавать. Ну? Они мне столько вопросов стали задавать. Ага. Чья кровь? Где взяла? Почему ведре? Вот, вот. А что, ты была у врача? Была. Сказал много пить и гулять. Серьёзно? Угу. Так я удивляюсь, как ты вообще тогда заболела? Да, странно. А ещё мне прописали спирт. Кхе-кхе-кхе. Может, спорт? Может. Так кто их почерк разберёт? Пап, я сделала, как ты сказал. И что ты сделала? Убрала игрушки. Дочь, я сказал найти работу и найти себе мужа. И съехать с нашей квартиры. Но я же убрала игрушки. Ты чё задумалась? Куда смотришь? Да я вот думаю. А кто-то пытался в увлажнитель воздуха вино залить. Вся в отцовом. Алло, это городской морг? Да, это Мару. Папа будет звонить. Передайте, пожалуйста, что я у Маши. Угу. Спасибо. Ты чё такая запыханная? Да потому что в стране у нас бардак. Согласен! Согла-молодец! Пошла, значит, кровь сдавать. Ну? Они мне столько вопросов стали задавать. Ага. Чья кровь? Где взяла? Почему ведре? Вот-вот! В ведре! В ведре! А я два ведра принёс. Ты представляешь? Тоже вопрос задаваешь? Да! Пап! Да. Слушай, откуда русалки берутся? Это доченька девушки. Угу. Которые жрали слишком много сладкого. Вот у них там всё и слиплось. И выросло в хвост. Пап. Пойду пельмешек поем. Угу. Давай. Слушай, пап! Да? А что добавить в ванную? Ну, чтобы лечь, расслабиться, забыться. Есть одно хорошее средство. Давай. Держи. Розетка там. Ой, пап! Слушай, пап, а когда родилась демократия? Демократия? Это когда Бог подвёл Адама к Еве и сказал... Я жопой смыл. Здравствуйте, Олеся Владимировна. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Чё, как у вас тут дела? Ну, дочка ваша, вон. Пулинарный поединок с продуктами. И чё? Продукты ведут. Да? Зато она у меня красивая. В отличие от некоторых. Ёперный театр. Послушай, в квартире убранных. Стол накрыт. Наготовила. Тебя что, в соцсетях заблокировали? Нет, не заблокировали. Ты забыл за интернет заплатить. Я не понял, а чё ты делаешь? Я уезжаю на моря. На какие моря ты уезжаешь? Пап, я была на исповеди у батюшки. Он мне сказал, что нужно заботиться о своей душе. Да. А душа моя хочет алкоголя, мужика и на море. До свидания. Пап, можно я сегодня заночую у своего парня? Доченька, ты знаешь, почему Титаник утонул? Почему? А потому что Джек и Роза переспали до свадьбы. Понятно, стоишь дома. Он дома. Господи, ну когда же ты замуж выйдешь, а? Никогда. Даже Элтон Джон уже замужем. А ты нет. Пап, ну ты знаешь, как Элтон Джон готовит вкусно. А я-то не умею. Да, папа как раз таки твой знает, наверное, да? Сколько мне нужно яиц, пап, чтобы приготовить пироженку? Тебе нужны два яйца. Два яйца, хозяин которых будет каждый день покупать тебе пироженки. Понятно? Понятно. Доча, а ты куда в такую рань собралась? Пап, ну я, короче, решила в институт поступить. Сейчас поеду на вступительные экзамены. Только запомни, пожалуйста, дочь, что мозги это тебе не брови. Их не нарисуешь. Да.